19 дней война в подвале, не очень. Как выезжают люди из города? Слов нет, одни эмоции, скажем так. Вот расскажите то, о чем мы не знаем. На свой страх и риск. Больше, в принципе, сказать нечего. Как вам удалось выехать? Ведь говорят, что не выпускают. Чудом! Вот, на свой страх и риск. Вот это вот, семью брал и ехали на удачу. Расстреляют, расстреляют. Ну, нет, значит нет. Так что вот, как-то так. Там холодно, голодно. Воды нет, еды нет, ничего нет, короче. Вот, наши жгли, короче, вот только, осталась только одна вот эта машина. Связи нет, вообще нет. Мы не знаем даже, кто, где стоит, кто там, на ком стоит. И кто, кем погоняет. Так что мы вообще не в курсе. Мы с Мариуполя выехали, там ад. И уже сегодня просто случайно узнали, что есть какой-то коридор через там море. И мы вот выскочили. Но я так понял, это коридор неофициальный? Это просто такая лазеечка, через которую люди убегают? Просто человек случайно, там, который, ну, те ребята, с которыми мы были в убежище, сказал, что вот вроде как там есть дорога. Ну, уже ждать просто не могли уже. Все, уже все были. Поэтому выскочили. Вот, слава богу, все нормально. Ну, у нас просто не было никакой связи, ну, и вообще ничего, ни энергоносителей, ни связи. Поэтому все было на уровне слухов. Вот, там, направление Запорожья с Мариуполя говорили, что, ну, никак не вежать. Там, кто-то говорил, что выезжало там три машины и их расстреляли. Ну, это было на уровне слухов. Да, да, все же. Все, все. Я думаю, что, ну, за исключением, там, ну, только, там, может быть, каких-то одиноких стариков, которые не могут выехать. Ну, либо люди, которые, там, фанатики своего дома и ни в коем случае его не оставят. А так, ну, я думаю, что 80-90% людей, если бы дали коридор, они бы выехали ребенка. Ну, вот говорят, что украинская техника стоит прямо в жилых кварталах. Это правда? Да. Это правда. К сожалению. Ну, мы как бы пытались, если видели военную машину, мы пытались уходить. Ну, понимаете, даже если готовили, тем более мужики, ну, там, отцы, знаете. Ну, в основном у нас все были с детьми в убежище. То есть, ну, у меня маленький, вот. И, ну, пытались уходить. Ну, дабы не было, жены, чтоб не стояли на улице, мало ли, знаете. Ну, что ты сделаешь, ты же человек гражданский. А органы власти как себя проявляют? Я, ну, мы не знаем, никого не видно, ничего не видно, то есть, ну. То есть, люди брошены сами на произвол судьбы? Ну, да, ну, не видно, понимаете. Если раньше, там, мы понимали, там, машины коммунальные ездили, то сейчас ты не видишь. Не-не-не, мы только своих вот не знали, куда пристроить радикально. Пробежали. Продолжение следует... Продолжение следует...